Старый городок, команда сыгранная. Ее хоккеисты взяли в руки клюшки, еще будучи школьниками. Став взрослыми, они не бросили спорт, а уровень их мастерства по достоинству оценивают даже соперники. За кубок главы сельского поселения Никольская боролись 9 команд. До финала дошли спортсмены старого городка и кубинского патриота. Такой расклад означал для болельщиков захватывающий матч, а для хоккеистов упорную борьбу. Это наш вообще принципиальный соперник, потому что мы принципиально играли эта сторона железной дороги. Это у нас старый городок, новый городок Шарапова против той стороны железной дороги. Это у нас такое вековое противостояние. Целенаправленно готовиться к соревнованиям в Никольском поселении хоккеистам патриота было некогда. Параллельно шли сразу несколько турниров в ночной хоккейной лиге и в часцах. Кубинские спортсмены выезжали на игры 5-6 раз в неделю. Даже люди не успевали восстанавливаться, высыпаться, ехали с хоккея на работу, с работы на хоккей. И это такая нагрузка довольно-таки серьезная, но хорошо, что она приятная нагрузка. Всем это в радость. Хоккеисты старого городка сразу в начале матча взяли инициативу в свои руки, предпринимали многочисленные атаки. Их тактика привела к логичному результату, несмотря на достойную оборону противника. Первую шайбу финальной игры забил дебютант местного клуба Дмитрий Боенков. Кубинские хоккеисты успели отыграться до конца первого периода, который закончился со счетом 1-1. Патриот, я говорю, военные люди. Команда старого городка больше упор на хоккей, потому что многие занимаются в Одинцово, многие занимаются, ну, здесь тоже постоянно играют. То есть, с точки зрения мастерства, конечно, команда старого городка чуть-чуть посильнее, так скажем, да, но духом мы сильнее. В очередном периоде старый городок ушел в отрыв, забив сразу две шайбы, но и патриот сдаваться не собирался. Второй отрезок игры завершился со счетом 3-2. У нас как бы наигранные звенья, наигранные тройки, наигранные пары защитников, и главная наша сила – это вратарь Дмитрий Коннов. Вратарь местной команды Дмитрий Кононов пропустил в этом матче еще одну шайбу. Его коллега из «Патриота» на две больше. Финальная игра Кубка Никольского поселения завершилась победой старого городка со счетом 6-3.